Добрый день, друзья, любители красоты, антиквариата винтажа. Сегодня я продолжу рассказывать о заметках из моего блокнота. И, конечно, основная его тема – это искусство. Почему же эти знания по искусству так необходимы современному человеку? А вот скажите, может ли быть совпадением, что мы считаем цветы прекрасными? Хотя они стали именно такими ради пчёл, а не ради нас. Или чудесное оперение павлинов, которое восхищает нас. На самом деле красота павлинов предназначена для самок их вида, а не для человека. Отсюда вывод – чувство прекрасного заложено в человеке природой изначально. Откуда раньше узнавали о модных тенденциях? До XVIII века мода в Европе распространялась с помощью кукол Пандоры. Благодаря таким куклам по всей Европе разлетались вести о последних модных тенденциях. В 1672 году в Париже появилась газета Mercure Galant, которая впервые стала освещать новости мира моды. Век спустя во Франции появилось первое издание целиком о моде – журнал Cabide de Monde. Так, в 1786 году журнал писал, что дамский жакет Caraco с рукавами три четверти принято носить только на утренних прогулках. На волне его успеха аналогичные журналы появились во всей Европе. Российский журнал, например, писал, что в Париже цвет сезона пунцовый, а в Гамбурге главный дамский аксессуар – это мопс. Со второй половины XIX века в США начали выходить эталоны глянца – Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Vogue. Но сегодня, спустя полтора века, в их адрес звучит много критики. Как думаете, нужен ли сегодня модный глянец? Такие духи были далеко не у каждой из ваших бабушек. В советское время они считались огромным дефицитом. Об этом аромате мечтали модницы всего мира. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе аромат «Каменный цветок» завоевал Гран-при. В 1961 году советская делегация с гордостью преподнесла эти духи Джаклин Кеннеди. Сегодня в антикварных лавках за такие духи просят до 35 тысяч рублей. Если вы думаете, что мы будем идти от платья к платью, от истории к истории, от древнего египетского к греческому и так далее, вы ошибаетесь. 1960-е годы – время, когда человек устремился в космос, меняется общество и, конечно же, мода. В 1966 году Поко Робан представляет свое ставшее знаменитым платье из пластиковых блестящих дисков. Коллекция от Кутюр 1966 года называлась «12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Например, платье из дисков, которое мы обсуждаем, было сделано из родаида, варианта ацетилтеллоса. Модели носили платье на голое тело и без обуви. Образы от Поко Робана стали символом 60-х годов, символом футуризма и обновления. Платье из дисков было скреплено металлическими деталями и напоминало кольчугу, за что Шанель презрительно называла Поко Робана «жестянщиком». Холеба и зрелищ желали римляне и потому активно строили театры. Пожалуй, самым большим таким сооружением стал Колизей, построенный в Риме во время правления императоров из династии Флавиев. Позже он и название получил из-за своих грандиозных размеров, от искаженного слова «Колосиум» – «Огромный». Он вмещал 50 тысяч зрителей и был действительно самым крупным театром древнего мира. В плане он представляет собой эллипс, размеры которого 188 на 156 метров. Его внешние стены поднимались на высоту 50 метров и состояли из трех ярусов аркад. В нишах, образованных арками, находились скульптуры. Над зрительскими местами натягивали тент, защищавший от непогоды или палящего солнца. На арене Колизея могло одновременно сражаться до 3000 пар гладиаторов, а под сцены располагались служебные помещения, уходившие на 10 метров в глубину. Здесь находились клетки с дикими хищниками, своеобразные гримерки для гладиаторов и актеров, а также система водоснабжения, которая позволяла затопить арену для проведения морских сражений. На слиянии рек Клязьма и Нерль стоит один из самых известных храмов Древней Руси. Это церковь Покрова на Нерли. По преданию, ее повелел построить князь Андрей Боголюбский в память о своем погибшем сыне Изяславе. Пропорции храма необыкновенны, изящны и красивы. Все исследователи искусства и культуры соглашаются, что во всей русской архитектуре, вероятно, нет памятника более лиричного и изящного. Сама церковь возвышается над берегом на поросшем травой и деревьями холме, а ее образ удваивается в отражении небольшой речки Нерль. Однако, таким ли действительно был этот храм, когда его построили? Археологи говорят о том, что облик его был совсем иным. Во-первых, храм был обнесен галереями-гульбищами высотой до 5,5 метров, а маковка церкви была не луковичной, а шлемовидной, с покрытием напоминающим чешуйки. Во-вторых, холм, на котором стоит церковь, был создан специально, чтобы строения не пострадали от водной стихии. Этот рукотворный пьедестал для храма был покрыт белокаменными плитами, а также снабжен водостоками и лестничными пролетами. Субтитры создавал DimaTorzok